Нам поставили вообще ДЦП. Там вообще кошмар. Нас пугали подсудным делом. Пугать родителей мы не стали. Благодарен за этот пендаль. Возможно, все. Это нереально. Все впереди. И тут началось... Работа с чувствами. Просто космос. Взяли ответственность на себя. Нападывали свое счастье. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе. Меня зовут Лида. Мой муж Саша. Мы проживали... Ну, вообще, сами мы из Минска. И, получается, все началось с нашей истории. Началась со второй беременности. Роды прошли очень быстро. Нелегко, но быстро. И, как бы, ребенок все прекрасно. По шкале он был... Ну, высокий балл. Ну, не очень высокий. 8 баллов. То есть все рефлексы, все присутствовало. Потом мы через дня 2-3 ребенку сделали УЗИ головного мозга. И там уже увидели всю эту картину. То есть было, получается... Так как желудочек увеличены, было внутричерепное давление. Были кисты, кальцинаты. Ну, пошло как бы... Как, почему? Там вы болели, инфекция. Ну, то есть, как бы этого ничего не было. И врачи тоже там ничего у меня не нашли. Никакой инфекции, ничего. Дальше... Хороший вопрос. Да, получается, вызвал меня главный врач педиатрии. Ну, и как бы вот тогда, на тот момент, как бы затронулась момент... Ну, затронулась тема, что может быть инвалидность. То есть к чему это приведет. И через 5 дней нам поставили, как бы, ну, вопрос, что надо ребенка в неврологию отводить, чтобы разбираться, почему, что произошло с головным мозгом, почему вот пошли такие... Ну, пошло такое вот поражение головного мозга, скажем так. И мы с мужем приняли решение, как бы, с того дня взять ответственность на себя. Мы подписали, что мы добровольно выходим из роддома. Нам поставили вообще ДЦП. С чего вы начали там? У нас же ДЦП. Ну, поставили где? В Сочи. В Сочи, в Сочи. Когда я приехала первый раз на реабилитацию, там надо было невролога пройти. Он говорит, ну, вы понимаете, то есть это был год и семь. Вы понимаете, что у вашего ребенка ДЦП. Я говорю, я понимаю. И в Минске у нас, мы не были в больницах и в поликлиниках. К слову, мы не пили ни одной таблетки, и у нас нет ни одной прививки, ничего такого. И нет удостоверения инвалидности. Мы решили тоже. Это как кремо для меня было. Это наше было решение, что мы все сделаем. Мы все придаем. Были истории, когда нас пугали подсудным делом, и вот когда-то мы нарвались на интересного товарища, который вместо помощи, он сделал моральную помощь о подсудном деле, что вы как взяли на себя ответственность. И мы молодцы в тот момент, что мы взяли ответственность на себя. Минчане взяли ответственность на себя. Взяли на себя решение, что они выходят из инвалидности, что они не будут вообще рассматривать ребенка инвалидом. И как только у них в сознании появился допуск, что они могут вытянуть ребенка сами, они взяли эту ответственность, они нашли решение в Варшаве, они его нашли. Потому что иначе, когда человек заваливается в осознавании того, что нет, это невозможно, это страшный диагноз, это же ДЦП, это же там еще умственное отставание, там вообще кошмар. И вот этот кошмар в дальнейшем родителям и не дает найти выход из сложившейся ситуации. Переехали мы в Варшаву, теперь я. Переехали мы в Варшаву. Надо же, это отступление, да, это было. Я болтун, поэтому не нужно полноться. И потом мы узнали, что оказывается, в Варшаве очень много садиков интегрированных с такими детками. И мы начали искать, ну и нашли свой самый лучший садик. И самое страшное, что было как бы и для меня, и для мужа, это чтобы он не увидел жестокости по отношению к себе. Что он какой-то не такой. Потому что, давай добавлю, можно это? Потому что мы вот здесь вот живем, казалось бы, в Польше, но тут столько русскоговорящих, как вы понимаете, украинцев, белорусов, не знаю, русских. Вот даже мы вот здесь живем, здесь в районе. Здесь, наверное, поляки они дуреют, потому что когда все русские здесь собираются, и все дети, все... Да, они все его тогда любили, сейчас любят. И он постоянно купается в этой любви. И, конечно, жила-была боязнь, что пойдет он в школу и... Обижать его начали. Мы все проходили школу, мы знаем, что там всего хватает. Бывают разницы. Если ты еще не можешь привык... Ну, можешь за себя постоять, то есть... А Глеб, он настолько был чистый и открытый, наивный и добрый. Он остается наивным и добрым. Да, на тот момент. Поэтому, ну, это явно мысли, они были такие, да, вот, странные. Он просто обалдеет. Его если пнуть, вот была история недавно, его случайно, случайно там его пнули. Ну, он... Реально он был в шоке. Ну, как это вообще? Это же невозможно. Это невозможно обилить. Это просто... Он просто космос. Это космос нашел. Книжки мы так и мечтали. Рисовать не разукрашивал он. У него не было интереса. У него, да, вот, все равно идеальное хождение у него, ну, как бы, еще не наступило. Потому что пятка не очень задействована. Вот, то есть... И он, как бы, где-то вот потеряет координацию, и он упадет. То есть вот этот момент надо все время контролировать. У деток с ДЦП страдает моторное развитие, зрительно-моторная координация. Недостаточно развита крупная моторика, мелкая моторика. Движения неуклюжие, неловкие, неуверенные. Поэтому важно родителям поддержать ребенка, направить его, подбодрить. У тебя все получится, ты умничка. Потому что, когда, ну, ручки неловкие, не получается, и ребенок избегает каких-то действий, которые требуют мелких движений, да, точных движений. И если у него не получается, да, он просто не хочет это делать. Поэтому здесь родителям нужно набраться терпения и помочь малышу все-таки осваивать пластилин, пластилин, осваивать карандаш, да, побольше играть с песком, с какими-то мелкими предметами. Потихоньку психологи, ну, пытались ему к песочку этому, к пластилинчику, он это делал там, или краском даже. Но потом он вот так делал, или умывал срочно руки, то есть у него вот эта бы есть брезгливость была. Вот так, как мы ездили на море, то песочку мы все-таки ему любовь привили. Вот, то есть потихоньку он начал с песочком тоже работать. Увидела я, да, что у него слух на музыку. Она его пенела? Да, услышала, потому что муж на работе, играет музыка, и я понимаю, он начинает в такт, как бы как он мог подпевать, там на своем тарабарском что-то говорить. Вот, ну, то есть, я поняла, что это наше есть что-то направление, музыка. Что еще у нас? То есть речь потихоньку шла, не идеальная. Но самое интересное, у него была как выборочная память. То есть он не... Вот он вроде слышит, да, всю нашу речь, но запоминает он то, что он хочет. Я могу с ним три... Вот три недели я могла с ним учить дыня, на картинке показывать дыня, и он ее мог съесть уже. И я там через три недели опять спрашиваю, что это, а он на меня... А вот фура, фара, он запомнил. То, что ему было интересно, это машинки, и все, что в этом направлении, он это все запоминал. А вот как животные... Ну, это вообще вообще не будет им. Вообще, отстаньте от меня. То есть, и вот этот момент, конечно, тоже вот, ну, сложноватый, потому что хочется словарный запас ребенка увеличивать, а он не увеличивает, потому что он как бы и знает, а вот обратной связи в речи не было. Не расстраивайтесь, если ребенок мгновенно что-то за вами не повторяет. Все равно накапливается пассивный словарный запас. И, естественно, ребенок вначале он повторит то, что действительно ему интересно, да, чем он интересуется, но поверьте, да, через некоторое время, да, он скажет и те слова, которые вы изучали ранее, да, он просто их вспомнит. И получается вот 2019 год, сентябрь месяц, мой день рождения, да, ну, началось с того, что опять остается год до школы. давай еще скажем, что мы старались все время забыться, но как забыться, мы очень часто пытаемся развеяться, пусть стараемся, путешествуем в горы, берем горы, ну, куда, кто пойдет, он плохо ходит, мы пойдем с ним в горы, там. И на мой день рождения вот как раз массажист Наташа его знает, как казалось бы, он поздравляет меня с днем рождения и присылает информацию. Это в октябре? Нет, это в сентябре на мой день рождения. То есть присылает информацию, как бы, Лида, вот, посмотри, ну, изучи. Интересные, да, Интересные ребята. Да, то есть они с Минска, ну, все, как бы мы, а мы были не в Варшаве, мы были с друзьями. Когда мы вернулись в Варшаву, я начала смотреть, изучать, да, мы начали вместе изучать этот сайт pub.by, то есть ролики я не смотрела, а вот именно по сайту мы пошли. и нам почему-то очень надзывалось. И мы начали смотреть архив, архив про деток именно, то есть мы еще искали ДЦП, а все в основном аутичного спектра, то есть аутисты детки. Ну, все равно это не схожая ситуация, но я знаю, что только аутист, потому что у меня есть знакомые. Я видела этих деток, их вообще жизнь. И мы начали смотреть, я говорю, Саш, ну, как бы это нереально. То, что происходит с этими детьми, я говорю, то есть ты тут всю жизнь можешь с этими специалистами работать, такого эффекта, как вот в фильме, ну, как бы добиться, ну, невозможно. То есть здесь что-то, да, и поэтому ты понимаешь, что-то происходит, что-то происходит. нетрадиционно, что ты ждешь, что-то, как бы, вот тебя кто-то помнет, там, тебя что-то сделать, ну, совершенно, это вообще рвет все шаблоны. И не понимаешь до конца, что происходит. Что вообще такое происходит. И очень отзывается, очень прямо. это да. Но ум тарабанил, да, религия. Религия дает свои отголоски, то есть ты как бы... И как бы ты... Так, надо отправить заявку, опять ум, подожди, а что тут будет вообще, а как тут будет, ты не понимаешь. Отложили заявку. Отложили. Там, через пару дней опять вернулись. Опять. А потом я не задал прямой вопрос. Лидо, блин. Сколько можно откладывать? А к чему, что мы творим, в конце концов? К чему мы откладываем? Какое у нас объяснение? У тебя есть объяснение? У меня нет объяснений. И у меня нет объяснений, почему мы откладываем. Мы просто откладываем свое... Как оказалось, мы откладывали свое счастье. Счастье. включение в игру, можно сказать. То есть, с этого момента, как мы нажали кнопку отправить, жизнь наша просто поменялась. Там было сказано, что через месяц только, ну, как бы, может ответ прийти. То есть, такой срок. Ну, пришло это через день. И тут началось... мандражом таким мы сели смотреть это видео. Приняли все, что нам сказали. То есть, все, что нам сказали. Когда этот ребенок попал к нам, мы увидели, что случай реально сложный. Реально сложный. Но пугать родителей мы не стали. Мы понимали, что, чтобы ребенок включился, надо, чтобы включились оба родителей. и надежды на это была очень... вероятность этого была очень мала. Но когда мы увидели, что родители включились и включились быстро, счастья нашему не было предела. Мы поняли, что ребенок выйдет из этого состояния поправиться. Было, конечно, очень необычно. Нас там и в под кидало, и в дрожь кидало, и вдвоем, конечно. Ну, это того стоит. Перемотав все это обратно, то есть ты осознаешь, что, ребята, да я всем, кто сейчас нас смотрит, ребята, бросайте все вот эти стереотипы, выбрасывайте их из головы. Это по-настоящему поменяет вашу жизнь. Если вы хотите этих перемен, они будут. Их не может не быть. Нужна только ваша работа. Ребенок, ребенок, он только, так сказать, помощник вам в том, чтобы вы включились. Включились в эту жизнь полноценно. Не так, как вы себе ее представляете. Да. И, ну, вот наши, как бы, результаты, вот после первой отработки, консультации, они сказали, что у Глебашки включится какой-то орган. Да, он его почувствует. Он его почувствует, то есть, что он не чувствовал. Родители заметили. Да. Ну, Андрей говорил, пять дней. Не, он три дня сказал, а он на второй день уже... На второй день уже мы поняли, что это, это был язык. Это был язык. Потому что мы играемся с ним, а он нам берет и говорит то, что он никогда не говорил. Никогда в жизни. Не употреблял. Вот именно... Такие сложные для него слова, фразы, то есть, это просто, как я не знаю, просто взяли свет, подошли, включили свет, всё, лампочка горит, так и у него. Мы понимаем, что мы играем, и он нам пытается объяснить, уже включая новые слова. И мы его просто слушаем. То есть... Да, это просто невероятно. Это был космос, да. То есть, это... И слезы, и просто, я не знаю. Да. Просто... Фонталь, это да, это было чудо. Словами это не писать. Не укладывается. Это невозможно. писать по словам. То есть, бросить это в слова невозможно. И то, что ты чувствуешь, при этом... Всем давно уже известно, что инфодайвинг это основа работы с чувствами. И все наши отработки идут именно на чувственном плане. И когда мы запускаем механизм чувства у родителей, сразу же открываются чувства и у ребёнка. И из-за этого виден результат сразу же в проявлении. Следующая консультация... Через месяц Через месяц ровно началось вот рисование. То, что душа хочет рисовать. Две недели, нон-стопом. Я с работы только приносил распечатки всех. То есть... Две душа. Всего только. Я вот такими пачками приносил. Он мог часа... По два часа сидеть и разукрашивать. Это Андрей говорит, дайте ему порисовать. Вот душа хочет, точно хочет рисовать. Два часа он сидел и разукрашивал. Я каждый день там печатал, печатал, печатал и печатал. И подключили интерес к книгам. А, да, да. И это произошло моментально. То есть, после, как мы просмотрели консультацию, на следующий день я такая думаю, дай-ка я предложу ему на ночь почитать книжку. Это я считаю, что пять лет мы не читали ему книг. Он мог смотреть, рассматривать картинки. Да, он рассматривал, Было такое. Но не чтение. Он, ну, то есть вообще на ночь сказка, нет. А тут я говорю, слушай, давай я тебе почитаю. И он мне говорит, да. Я такая, давай. Все, и с тех пор мы каждый вечер читаем книжку. И он мне сам говорит, мам, идем читать книжку. Или говорит, папа читает книжку, мама читает книжку. Кто-то читает книжку. У него появилось слово я тебя люблю. То есть, кроме обнимашек, у него стали я тебя люблю. На школьной ты сразу я тебя люблю, мам. И прости. Я тебя люблю. И слово прости. То есть, осознанно просит прощения. Вот он на шкоде, он меня там ударил. Или там еще сделал там. Дочке, конечно, сестре достается от него. Прилетает. Я ей всегда говорил, слушай, вот подрастет он, она его обижает. Обижает, и говорит, подрастет. он сейчас не может, а вот он тебе даст прикурить. Настал момент, она уже не знает. Мама, папа, он меня обижает. То есть, мальчишка, который начал курачиться, появилось чувство соперничества. Я первый, я победитель. В игре обязательно он должен выиграть. То есть, это прям... Чтение книжек, ну и речь. То есть, тут уже получается, да, словарный запас еще набираем. Ну просто каждый. Я думал, и еще лицаревич. Но выборочной памяти, которая была, ее нет. Ее отключили. И он начал, вот то, что на бытовом уровне дома, то, что мы используем слова, он просто это начал все говорить. Да, он иногда такую фразу скажет, прошу прощения, она один раз сказала слово блин. Мы не можем отучить его от слова блин. И он в тему это говорит. Бабушка приехала один раз, сказала, значит, она сказала елки в нос. Ну что там... Это было до отработки. Ай, елки в нос. После отработки. Он ходит елки в нос, елки в нос. И говорит именно в нужный момент, что-то у него не получится. Елки в нос. Елки в нос. Ну мы уже не знаем, то есть как бы... Это... мы молчим. Лишнего говорить нельзя, потому что раньше было он расплачиваться вечером с утра или что-то. Я говорю, сынок, я тебе вечером, если что, киндер-сюрприз куплю. А вечером он про это все забывал. Нет, он меня встречает, дверь открывается, киндер-сюрприз. То есть не надо... Он начал все вспоминать. киндер-сюрприз. И только потом что-то другое его интересует. Да. Или вот тоже он как вот он начал причинно-следственную связь делать в предложениях. Вот самый был этот момент тоже нас поразил. Когда мы стояли около нашей двери, подружка как раз его... По-моему, она спускалась. Она спускалась вниз по лестнице. Ну, там сказала привет с папой. Привет. Глеб такой говорит, мам, а куда? Куда она идет? Я говорю, идет домой. Он такой, нет. Она вниз спускается. А она живет наверху. И мы поняли. Так, там он... А там шестеренки-то запустились. Шестереночки работают. Да, то есть он начал понимать, как это так, если она наверху живет, почему это она вниз спускается. То есть вы меня обманули, как бы вы. С музыкой у него стало вообще... Да. Педагог Маргарита, она просто им довольна. И бывает в шоке. Мы дома купили пианино. Он... Ему не надо просить. Он сам подходит, сам открывает и сам себе Василек, Василек... Да, играет. Мой любимый цветок. И давай. Ну, для нас, ну, ребята... И он подключил вторую руку. Это... Я не могу ее подключить. Муж не может подключить, потому что это сложно. На пианино. На пианино. Крадем. как я пою. Два. Маг. Бодрянный хвосток. Крадемся. С... С... Мы тоже стали, как дети, пробовать. Учить. Мы тоже вместе. Мы тоже учимся. Мы начали учиться, да. Учиться, так сказать, как Наташа сказала. Прописывать самые невероятные идеи. Слушай, следуем инструкциям. То есть, безоговорочно верим Наташе и ее команде. Следуем всем ее инструкциям. Прописываем свое будущее. Не знаю. Если что-то не так, просим дать пинка нам. То есть... И мы готовы к этому. Это... Ну, это просто... Ну, и состояние любви ежедневное. Оно было. А Глебу-то вообще... Да. Его не надо просить сказать доброе утро. Он просто говорит доброе утро. Он обнимает. Вот сейчас мы его забрали с садика. Я дома, в карантине, работаю. Он обнимает, и он соскучился. Я соскучился. Я соскучился. Я соскучился. То есть, ребята, то есть... Это такая осознанность. То есть, моя дочка может просто не встать, ну, встать иногда и не сказать доброе утро. То есть... А Глеб как-то сам. Вот это спасибо. Пожалуйста. У него вот это вот... Оно просто само идет. Ну, как бы... И этого не учил ребенка. Ну, как бы ребенка... Этому не учили. Да, этого не учили. Он слышит. Да. Нет, он суперосознан. Я всегда говорю вот жене и дочке, когда мы разбираем... Ну, то есть, разбор полетов у нас есть иногда. Что-то там вот... Кто-то что-то нашходит или еще что-то. И я его в пример ставлю. Потому что... Он... Он... Я не знаю... Это эталон осознанности. Потому что нам всем... Нам всем... Я не шучу. Нам всем надо учиться. Я не знаю, что в него заложили. У него было. Я уверен, в нем было. Но что, ребята еще помогли туда заложить? Просто пробудили. Пробудили. Это просто... Ну, просто... Наши все семьи пробудили, скажем так. Ну... Глеба было, а нас пробудили. Мы вот... По нам видно, что мы пребываем... На высоких вибрациях, я надеюсь, это видно. То есть каждый день для нас... И мы сейчас каждый день себя пихаем, пихаем в движение, в движение туда-сюда съездили, туда посмотрели, то сделали. А самое главное, пропал страх за будущее. Вот эта вот оглядка назад... Нет. Вот живем в сегодняшнем дне. Здесь и сейчас. В моем моменте здесь и сейчас. И мы этим пользуемся. Это очень хорошее, кстати, рекомендую ребятам присмотреться к этому моменту. А какие планы у вас на ближайшее будущее? На ближайшее будущее? Ну, как ребенка, как хорошая, здоровая семья, полноценная. Отвезти его в школу. 1 сентября я вот... Знаете, вот бабушка, дедушка, они всегда волновались. Ой, ну а как там, Глебашка, как же он в школу пойдет? Как только вот мы обратились к ребятам, подайдерам, прошло какое-то время, я уже сразу... Я почувствовал, что все. Это уже точка бифуркации прошла. Мы выбрали правильное направление. Мы двигаемся туда, куда нам нужно. И я уже позвонил им и сказал, ребята, я не знаю, как вы там крутитесь, не крутитесь. У них постоянно есть нюансы. Приехать к нам в Варшаву, сделайте эту несчастную визу. Потому что 1 сентября вы ведете ребенка в школу. То есть это так и будет. Мы пойдем в эту школу, он будет стоять на этой линейке, и он будет счастлив. Это такая... И сейчас, более того, ну, это же, как бы, не то, понимаете, вот Глеб пошел на поправку, да, он стал, я не знаю, то есть... Суть в том, что мысль о том, о каким он будет, как это будет, она абсолютно ушла из нашей головы. Мы сейчас предоставлены сами себе. Мы можем думать не о том, а как вот Глеба поднять, провести, я не знаю, все это... Мы сосредоточены сейчас на себе, на своих. Да, и вот просто самое интересное, вот вчера я писала отзыв Наташи, просто, ну, это тоже вот пример. Мы купили... Ну, то есть у нас было в планах купить ему велосипед. Да. Четырехколесный. Вот его привезли в четверг. В пятницу он все, мой, 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 мой велосипед, мой все, это его. Но он садится, ему, ну, тяжеловато крутить, то есть, ну, есть такое. И он просто его катал. Мы его выводили на улицу. Да, он его катает. И он просто его катает. И всем дает покататься. Все катаются, он не катается, он его возит. И вот вчера, в воскресенье, он просто садится. Мы пошли сами гулять без друзей. Он просто садится. Саша его, муж его просто, ну, как бы, держит, чтобы он ехал правильно, прямо, а не в кусты. И он начинает крутить, крутить просто педаль. Уже нету вот этого, я устал. Вот просто в одну секунду. И он вчера накрутил столько кругов. Ну, как? Ну, это же магия. Ну, то есть, и мне в тот момент хотелось сказать, что душа творит вообще? Как? Просто вот через два дня, даже не степ-бай-степ, да, вот потихонечку. А тут она просто возила велосипед, а тут она взяла, села и поехала. Душа возила. Душа возила. Это правда. Тело возила. Это правда. Душа потихоньку. И запустила. И он просто поехал. Я просто, я вчера просто в таком состоянии пребывала. Ну, да. Очень. И что мы к чему ведем? К тому, что, ребята, ну, жизнь просто удивительная и прекрасная. Этот мир удивителен. И чудеса всегда возможны только там, где есть любовь. В тех семьях, где действительно между родителями, между детьми царит искренняя, чистая любовь, возможно всё. Возможно исцеление, возможно выход из самых тяжелых недугов. Болезнь приходит в разные семьи, а вот уходит она там, где царит любовь. Мы благодарны, я не знаю, мы всю жизнь свою будем благодарны. Мы благодарны и себе за то, что... Не пропустили. Не пропустили. Именно почувствовали, что да, это наш. Это вот и наша точка. Точка либо туда, либо сюда. Мы можем коротать свои дни. Не знаю, сколько бы нам было отмерено. А сейчас я знаю, что мне отмерено много, потому что только надо идти по интересу, а не сидеть. Мы не сидели, но сейчас я не знаю. Просто вот обороты такие, и мы стараемся. И иногда даже делаем их все практики. И делаем практику зеркала. И стоишь вечером, и думаешь так, и как же ты себя сегодня проявил? И что? И как? И понимаешь, так, сегодня все слабовато. И завтра начинаешь. И это ребята реально такое подстегивает к действиям. Он так до голоса стоит. Наша жизнь очень удивительна и разнообразна. В ней столько всего много событий, людей, разных интересов. И человек может безгранично проявляться. И когда человек проявляется именно по своим чувствам от души и с чувством любви, то у него в жизни никаких не может быть помех. Любовь, она не может быть в прошлом или в будущем. Она есть именно в моменте настоящем. Любовь — это то, что находится здесь и сейчас. И точно так же не надо свой интерес закладывать в будущее или в прошлое. Нужно жить именно в моменте. Я не знаю. Ребята, мы очень благодарны. Мы, не знаю, слова, я говорю, положить вот эту благодарность невозможно. Просто мы растекаемся в этой благодарности. Просто вот действительно отключились вот мы. И дети. И Глеб. И Глеб, да. То есть нет волнения. И поэтому всем родителям, которые сомневаются, которые думают или пишут шарлатанство, ну, значит, не ваше это время сейчас, к сожалению. Я так думаю. Мы сделали этот выбор. Выбор пройден. Он успешен. Больно было. Жаришку Наташа нам дала. Давала, поддавала. Папу подключала. Слава Богу, папа через месяц подключился. Я благодарен за этот пендаль, который был мне выписан. Все пришло. Все озарения пришли. Все осознание пришло. Осознание. То есть как бы, ну... Ну и теперь ты как бы на всей ситуации уже знаешь. Вообще, как их принимать. Как интерпретировать все это. Вообще, как свою жизнь интерпретировать. Да вообще, ну... За что прилетает? За что прилетает? Почему прилетает? Почему кран потек? Почему это? Почему то? Ну, ребята. Так, ну... То есть по-другому. Вся жизнь как бы... И получил, более того, ты получил, ну, ответы на вопрос, на вопросы в своей жизни. То есть хочешь ответ, задай вопрос, чего ты сидишь. Задай вопрос. Ну, если ты хочешь, ты поделаешь. Мы хотели. И слава Богу, мы молодцы. Счастливая семья, счастливые дети, здоровые дети. Все впереди. Что изменилось после консультации? Чего не было и что появилось? Что наоборот, что было и что пропало? Чего не было. Было медленное, медленное развитие вперед. То есть видно, что он двигался. Но я не знаю, к скольки годам бы мы пришли к цели или, я не знаю, к тому моменту, когда мы бы сказали, что да, вот у нас ребенок здоровый, он ничем не отличается от других. Сейчас мы видим, как вот, я не знаю, как волной это все. Просто с каждым разом он просто впитывает, впитывает, впитывает. Он то реально, мало того, что мы относимся к нему как к здоровому, оно так и есть. Но вот это он как губка сейчас все-все-все впитывает. Никакие реабилитации, ну просто вот, ну, массажа ничего не дает такого эффекта, как дает. Это прорыв, просто прорыв. Самое главное, сидя на карантине, получается, вот, два месяца мы сидим на карантине. Ну мы не очень сидим, но сидим. Ну мы-то глянем, мы-то двигаемся. Но я имею в виду, что нету садика, нету специалистов. Вот, и как вот у него, нам Наташа говорила, что надо заниматься гимнастикой. Как могли, то есть мы занимаемся, да, то есть упор на ножки делали. Вот у него проблема при ходьбе, что он на носочках ходит, то есть он всю стопу не ставит полностью на землю. И вот, наверное, неделю назад, и мы делали упражнение на пятку, и неделю назад, полторы, может быть, я вижу, он как бы в игре, а ножки-то он ставит всю-то стопу на землю. То есть изменилось его хождение. Да, когда он бежит, он еще бежит на носочках, что ему надо быстро жить, поэтому он еще не контролирует это. Но когда вот он начал просто ходить, он начал ставить просто всю стопу и пятку включать в этот процесс. И еще, что самое важное, он ко мне такой подходит, мы же его тренируем, чтобы он мог просто как бы стоя, да, ну, на пяточках ходить. У него это вообще, то есть у него там так тянут, видно, эти мышцы, связки, у него ноги не поднимаются вот так. А тут он подходит мне такой, говорит, мам, смотри, и берет чуть-чуть ножички, у него правая тяжелее, ножка левая легче, и он приподнимает от земли на пяточках, становится стоя. Я говорю, Глеб, я. Я, извините, еще скажу, вот мы в школе готовимся, и нам, мы попросили там справа, документы, а его портрет психологический, не знаю, его умение, да, по-польски, умение, да. И когда нам принесли эту бумажку, мы, конечно, с женой почитали, но там уже все вранье, то есть как бы это уже все не правда. То есть, ну, там даже так было. У нас в нашем квартале вот такая банда здоровенная детей, русскоговорящих, и они же все вместе, и они изъясняются, объясняются, Глеб за ними тянется повторять все, что они делают. Он им говорит, они его уже понимают. Ну, то есть, ты просто наблюдаешь за этим, как он просто общается, учится общаться. А пазл, как он собирает? А пазл, я проиграю по скорости собирать с ним пазл. Я реально, я собираюсь, говорю, это не шутки. Он собирает этот пазл. И он сложный пазл. Уже прошу, подайся мне из мелких деталей. Хоп-хоп-хоп, он бросает. Он свой собрал, и пап, я тебе тоже помогу. Мелкая моторика у него хорошо. Он хорошо выводит циферки, обводит. То есть, ну, он старается, видно, он старается, он пытается. Чтение, да, то, что он начал слушать книжки. Соответственно, это уже тоже словарный запас. Рисовать он до сих пор, ну, рисовать, как сам он не может, ну, разукрашивать. Разукрашивает, ну, ему это интересно. Или красками, там вот к Мелане приходит рисовать. И он пытается повторить тоже, сесть и рядом участвовать в этом процессе. Как может? Ну, участвует. То есть, он не проходит мимо. И вообще в любом процессе он пытается участвовать. Да, да, да. Это очень важно. Да, да, да. Пусть он не получается, но он участвует в нем. Да, ему все интересно. Ему все стало интересно. Все. Каждый день лучше и лучше. И через месяц вот карантина мы еще подключили онлайн занятия с логопедом с Минска как раз. Я сижу же рядом, помогая, потому что там надо ставить звуки, которые еще у него сложны. Ну, так я каждый день вижу, вот одно занятие пришло, вот следующее занятие. Мы же повторяем какую-то информацию. Да, он это уже говорит. Ну, и... То есть, с каждым разом там Ш, это который ему тяжело произнести, он все правильно и правильно выставляет свой язычок. То есть, потом глаголы у него там проблемы, да, ну, это как грамматика уже идем. Глаголы он, допустим, не может, да, там, ну, забывает какие-то там. То сейчас уже 80% глаголов он назвал по картинке. Ну, то есть, и логопед просто... В шоке. Что вы с детьми делаете, да? Ну, Глеб, ну, то есть, ты молодец. Молодец. То есть, тоже его любимый ученик. То есть, все специалисты, которые с ним занимаются, для него любимый его ученик. Ну, ученик. Он любимый ученик для них. То есть, потому что он прогрессирует. А сейчас он еще сильнее прогрессирует. И это видно. И мы прогрессируем. И мы прогрессируем. Серьезно, но... На самом деле, реабилитация деток ДЦП длится годы. И все зависит от степени тяжести. И родители несколько месяцев занимаются, переезжают из центра в центры. Да, множество специалистов, ЛФК, эрготерапевты, логопеды, психологи занимаются с детками. И это длительный процесс. Но здесь, у Глебушки, мы видим стремительные, замечательные, очень быстрые изменения. И радуемся за него. Глеб, дома? Дома. Позовете? Сейчас. Иди, поздоровайся. Нет, стой, 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 давай. Что надо сказать? Что ты обычно говоришь? Я делаю математику. Математику? Математику, молодец. Что ты еще делал? Расскажи про свой велосипед. Мелосипедом покатался на улице. На улице, правильно. Катался на улице. Я покрываю математику, я попил. Математику? Слышно. Что-то еще было? Садики было сегодня? Да. А кто там был из твоих друзей? Гоще. Гоще. Мал Гоще, Гоще. И все, больше никого не было? Да. А где все были? Дома. Дома? Да. Дома тебе. Спасибо вам большое за интервью. Это было просто замечательно. Вы невероятно заражаете, заряжаете прям своим вот этим счастьем. Спасибо. Мы знали, что мы с Лидой сразу сказали, что Лида, это просто наш долг. Наш, как бы, несмотря на то, что я, допустим, здесь дети. Реально. То есть, ну, это наш долг, мы должны сказать свое спасибо публично. Вот он повторяет. Не важно, что о нас думает, там, я не знаю, какие комменты будут писать. Ребята, пишите, займитесь своей жизнью, грубо говоря. А мы занялись своей. А мы занялись, и вот вместе с ним мы занимаемся. Пожалуйста, не мешайте. Вот, мы очень благодарны. Да, мы вас целуем. Спасибо. Спасибо. Говори пока-пока. Пока. До свидания.